В Краснодарском крае отпраздновали День Кубанского Казачества и 321-ю годовщину образования Кубанского Казачьего войска. Дата выпала на покрова Пресвятой Богородицы, так что казаки отметили тройной праздник. Подробности в первом материале выпуска. Праздник этот для казаков особый и по значимости, и по масштабам празднования. По всей Кубани проходят торжественные мероприятия и парады. В станице Калининской собрались казаки всего Таманского отдела. Чтобы принять участие в торжествах, сюда прибыли казачьи расчеты из Славянска на Кубани, Анапы, Темрюка, Абинска, Приморско-Ахтарска, Крымско-Красноармейского района. Приехали и юные казаки из славянских казачьих классов. Они серьезно готовились к торжествам. Да, конечно, мы готовимся. Каждую неделю мы проводим специальные тренировки для подготовки к таким мероприятиям важным, вот как сегодня. Не отстают от ребят и девчата, глубоко преданные идеалам казачества. Кажется мне прекрасным то, что вот эти все традиции соблюдаются и по сей день, то, что вот эта военная подготовка, и мы всегда готовы встать на защиту своей Родины, и это мне очень сильно нравится. Атаман Славянского районного казачьего общества с радостью поздравил земляков. От всей души хочу поздравить всех жителей, всех казаков Славянского района с этими замечательными праздниками и пожелать, конечно же, боевого духа, православной веры и всего самого наилучшего. После традиционного молебна казаки возложили цветы и венки к обелиску павшим в годы Великой Отечественной войны, почти в память предков. Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал об истории достижениях казачества, поздравил всех с праздниками. Кубанское казачье войско было, есть и будет всегда на этой благодатной казачьей кубанской земле. Я поздравляю вас с праздником, дорогие братья казаки. Я горжусь вами, я верю в вас, здоровья вам, счастья, удачи, мирного неба, всего самого-самого доброго. В доброй традиции стало награждение казаков, приуроченное к памятной дате. После церемонии награждения из рук атамана войска пришло время отметить отличившихся в районных казачьих обществах. Григорий Щербак был удостоен награды в связи с 70-летием. Для меня казачество – это самое главное. И я служу отечеству и казачеству по совести. И хочу, чтобы все так относились к этой работе. Исаул Илья Макаренко награжден медалью князя Григория Потемкина. Чувствую себя прекрасно, радостно. Так что не каждый день такие награды вручают. Поэтому гордость за казаков вообще, потому что эта награда не чисто моя. Это все вместе мы. И, наконец, наступило время торжественного парада. Сердце радовалось, когда бравые казаки, печатая шаг, шли по площади. Встроенную шеренгу Славянского районного казачьего общества возглавляет под Исаул Заволоко Александр Григорьевич. Численность районного казачьего общества – 1846 казаков в составе 17 первичных казачьих обществ. Продолжились торжества концертом самодеятельных артистов, которые щедро поделились со всеми своими талантами. Также в парке работали казачьи куринии, где для казачат и всех желающих мастера ремесел давали мастер-классы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.